Да, и летняя погода сегодня, ну, не жаркая, конечно, потому что тема наша сегодняшняя, это связанная именно с летом, связана с составлением рациона в летнее время. Вообще лето всегда ждем, да, оно для нас такое долгожданное, потому что очень-очень много надежд, это насладиться, конечно, солнечными днями, насладиться отдыхом и запастись энергией. Но у многих эта страда очень такая напряженная, потому что многие планируют там свои самые амбициозные планы, да, воплотить в жизнь, поэтому энергия нужна, конечно, в течение всего лета. И уровень энергии должен быть очень такой, ну, большой. Ну, во-первых, хочу представиться, зовут меня Наталья, фамилия моя Каверина, и я в партнерстве с холдингом Glorion уже 17 лет, пришла, как многие из нас, восстановить здоровье, но здоровья много не бывает, да, поэтому до сих пор, до сих пор я здоровье, конечно, свое уже не восстанавливаю, а, ну, улучшаю. Поэтому я думаю, что категория тех людей, которые хотят восстановить здоровье, всегда, конечно, приветствуем их в своих рядах. Но когда я увидела, какие огромные еще возможности открывает перед нами холдинг Glorion, я, конечно, воспользовалась этими возможностями. И теперь я являюсь частным предпринимателем, диетолог-консультант, координатор холдинга Glorion и веду бизнес успешный. Ни разу об этом, конечно, не пожалела. Если у вас еще есть какие-то сомнения по поводу, как улучшить свое финансовое положение, наши двери всегда открыты и добро пожаловать. Ну что ж, будем, значит, говорить о лете, да, лето. Кстати, поговорок очень много. Июль – это макушка лета, да, очень много поговорок есть по поводу июля, там, июльской жары. Но, как я сказала, что у нас Новосибирский июль знаменовался не очень жаркими днями, но все впереди. И все-таки лето – это время, когда мы можем насладиться и теплом, да, как я сказала, солнечными днями. Мы можем, кстати, дает также насладиться разнообразием вкусов, спелых ягод, фруктов, да, и, конечно же, сочной зрелостью овощей, ягод. Но в связи с этим наши, конечно, вкусы и наши предпочтения в летнее время меняются. Но здоровье и хорошее самочувствие все-таки не может быть без сбалансированного, правильного питания. И здесь важно понимать не только основные принципы правильного питания и, значит, законы об обменных процессах в организме, но и знать особенности составления своего рациона в это прекрасное время. Ну, давайте разберемся сначала, наверное, какие же факторы влияют на то, что у нас немножко меняется меню, то есть в связи с летом. Во-первых, это температура воздуха. Температура воздуха у нас, да, теплая погода, а когда жара начинается, и, конечно, на обогрев организма уже лишние калории не нужны дополнительные, поэтому мы можем смело снизить калорийность рациона своего за счет жиров. Потом, а вот свежие овощи и фрукты, это, конечно, это, ну, то, что нужно. Особенно в дневное время, вот когда хочется все-таки, ну, более легкой такой пищи, я буду все-таки акцент делать на жаркое время года, да, когда жара у нас, все ферменты наши, ну, немножко активность их снижается, поэтому лучше вот в обед, в летнее время употреблять легко усвояемую пищу. Сюда подойдут, конечно же, это и салаты, да, заправленные растительными маслами, потом овощное рагу, кисломолочные продукты, различные фруктовые салаты, ягодные смузи, зеленые коктейли, и здесь хорошо, конечно, вписывается наш коктейль G-Shape и G-Shape Light, о которых я буду говорить чуть позже. А, ну, в это время года мы, конечно, исключаем из своей пищи, это жирные блюда, да, стейки различные, это, конечно же, сало, потому что, ну, я думаю, что все-таки обращали внимание на то, что сало хочется в зимнее время года. Вот, также, также убираем копченое, и по поводу соли, немножко тоже я потом остановлюсь, потому что совершенно убирать соль не нужно, соль задерживает воду в организме, а летом иногда, если человек все-таки пьет недостаточное количество воды, это, ну, вот такой вот положительный фактор. Так, что еще? По поводу ужина, вот смотрите, по поводу ужина, здесь уже, когда жара спадает, мы можем себе позволить побаловать себя, конечно же, белковым продуктом. Это мясные нежирные блюда, это и курица, это индейка, это кролик, это телятина, это, конечно, отлично подойдут рыба и морепродукты в этот момент. Когда жарко, организм обезвоживается, и очень хорошо подойдут овощи, богатые водой и минеральными солями. Кстати, богатые к таким овощам относятся, это и наши огурцы, да, и помидоры, кабачки, баклажаны, перец, кстати, морковь, свекла, капуста, зелень. Это все, вот все такие овощи, да, и которые и калием богаты, и магнием богаты, и натрием богаты, что очень важно в летнее время. Поэтому, кстати, из фруктов очень хороши арбуз, дыня, яблоки, груши, черешня, персики, абрикосы, ежевика, малина, ягоды, то есть ягоды любые. И сейчас уже начинается сезон, такой сезон активного созревания ягод, поэтому я думаю, что особенно наши огородники, да, у кого дачи есть свои, и кто любит все-таки заниматься выращиванием своих овощей, своих каких-то, своих ягод, поэтому они сейчас вот в июле начинают, ну, наслаждаться уже сбором урожая. Кстати, кто уже собирал ягоды, говорят, поспела клубника на полях, и можно смело ехать и, ну, запасаться такой замечательной ягодой. Также все эти овощи, фрукты очень богаты клетчаткой. А клетчатка, конечно, она улучшает работу кишечника, да, и улучшает работу кишечника и является очень хорошим сорбентом, ну, каких-то негативных в еде компонентов. Потому что сейчас наше, знаем, что на полках магазинов очень сложно найти все-таки полностью очищенную от всех вредных компонентов еду, поэтому вот это вот количество клетчатки, оно немножко почистит и ваш, и кишечник, и весь организм от продуктов распада от пищи. Так, компонентов из пищи. Так, следующее, это, конечно же, нужно поговорить о воде. Кстати, напишите, кто какую вообще пищу предпочитает в жаркую погоду. Ну, вот видите, Валентинов говорит, наслаждаемся ягодами, жимолось, виктория, малина. Вот все уже созрело, прям Валентина, можно вам позавидовать, да, в этот момент. Кто еще, кто еще, какие блюда предпочитает? Ага, так, ирга поспела тоже, замечательно. Салат и окрошка. Вот, кстати, окрошка – это очень-очень такое легкоусвояемое блюдо, но которое в себе несет сбалансированное такое питание. Это по углеводам и по белкам, по макро-микроэлементам тоже. Если говорить о, допустим, полезных свойствах окрошки, то в ней достаточно всего, поэтому окрошка, почему мы любим ее, да, и еще плюс она очень хорошо усваивается и переваривается нашим организмом, потому что там жира также очень мало. Так, поговорим теперь о воде. Кто сколько воды выпивает в летнее время? У нас же есть такие нормы, да, это 30 мл воды на килограмм веса, но, как мы понимаем, в жаркое время года идет, конечно же, очень обильное испарение воды. Это и когда мы дышим, да, с потом очень много выходит жидкости, особенно когда жарко, с дыханием также. Поэтому нужно, конечно, всегда-всегда следить за вот этим водным балансом. И если, конечно, мало воды, это сказывается, как мы испытываем, конечно, жажду. Что лучше пить? Естественно, лучше пить простую, обыкновенную, качественную воду. Минералку без газов, но с минералкой нужно быть, конечно, аккуратным, потому что не нужно смотреть, какой минеральный состав и как постоянный источник жидкости, минеральные воды не рассматривать. Ну, допустим, в течение дня там не более 500 мл из всего того рациона, из того количества воды, которое мы употребляем. Так что я вот знаю людей, да, которые постоянно летом пьют минеральную воду. Поэтому всегда говорю, ну, с этим тоже нужно не перебарщивать. Также помогает очень хорошо спасаться от жары. Это и зеленые чаи, да, с лимоном особенно. Кстати, прохладные чаи, вот эти зеленые, они очень вкусные. Можно, можно, можно в это время, конечно, и морсы различные делать, да, из ягод, компоты, но без сахара лучше, потому что от сахара еще количество, то есть воды, которое нам хочется выпить, оно увеличивается. То есть мы будем постоянную жажду испытывать, а организм не, клетка не будет напиваться. Так, также с потом наш организм теряет очень-очень много витаминов и минералов. Особенно водорастворимые – это и витамины С, да, витамины В1, В2, В6, витамин ПП. Из минералов – это натрий, это калий, то есть избыточное выделение идет. Поэтому, смотрите, в результате мы можем испытывать и вялость, да, и ослабляется наш иммунитет, поэтому там любое дуновение, какое-то ветерка в жаркую погоду может привести к тому, что можно заболеть респираторными заболеваниями. Я думаю, что многие видят это, да, сталкиваются с этим, потому что, ну вот, недостаток витаминов, он сказывается и отражается, конечно, и на нашей иммунной системе. И чтобы, а по поводу калия и натрия, знаем, да, что это и работа, если вот этот вот баланс, это калиево-натриевый насос, если этот баланс нарушается, то есть это тоже, это энергия наша, это работа мышц, это работа всех наших клеток. Поэтому для того, чтобы все-таки не допускать этого, но наш организм, он очень умный, и, конечно, он будет всегда баланс держать калия и натрия. И если, допустим, уровень калия где-то снижается, да, то мы будем испытывать, конечно, ну то есть, я думаю, гипертоники, они очень-очень, ну вот, тяжело жару переносят. А если еще, представляете, и снизить уровень калия, то, конечно, сердцу работать будет очень тяжело, потому что сердечная мышца, которая перекачивает кровь, но она не в полную силу работает. Вот, основные вот такие вот моменты по воде. И сейчас я хочу остановиться все-таки на наших коктейлях, потому что наша тема сегодня еще и как наши коктейли, какие это G-Shape и G-Shape Life. Вот здесь вы видите их у вас на экране, я думаю, хорошо видно, да. Как же они решают, как же они решают вот такие вот задачи, которые стоят у нас в составлении меню, помогают решать эту задачу. И давайте рассмотрим основные преимущества все-таки вот этого функционального питания, потому что это не просто, да, коктейли, это белковый, витаминно-минеральный, низкокалорийный напиток. Поэтому его, но его можно рассматривать не только как напиток, да, но и готовить очень много интересных блюд с этим коктейлем. И в интернете, кстати, очень много роликов. Можете посмотреть, выйти и посмотреть, насколько, каких вкусняшек можно приготовить на основе нашего коктейля. Так в чем же его все-таки преимущество? Во-первых, это большое содержание минералов и витаминов. Вот про то, что я говорила, да, особенно вот эти вот водорастворимые, которые мы теряем с потом летом, их, в принципе-то, и так недостаточное количество, и по статистике даже осенью больше половины у нас населения страдает от недостатка этого витамина. Хотя летом, да, кажется, ну, вообще переизбыток витаминов, но нет. Все-таки не такое количество, и его нужно, естественно, запасы его в организме небольшие. А некоторые, особенно витамины группы С, вообще запасов, то есть в запасы не откладываются. А витамины группы В, это, конечно, энергетики для нашего головного мозга. И вот про то, что говорила я про вот эту страду, да, которая для многих людей, кстати, лето – это не только отдых, хотя большинство людей стараются свои отпуска, да, привязать все-таки к летнему времени. Но, но большее количество времени мы все-таки находимся в такой, в рабочем режиме. Поэтому вот эти вот большое количество витаминов, минералов, и они очень в легко доступной форме. То есть они находятся в форме, в хилатной форме, это 100% усваиваются организмом, и в цитратной, то есть это где-то 90% усвоения идет. Поэтому на это всегда обращайте внимание. И если кто-то из вас интересуется функциональным питанием, да, это важные параметры в любом коктейле, количество и качество витаминов и минералов. И если вы видите, что количество, допустим, большое, нужно посмотреть форму минералов, то есть минералов и витаминов. Если это синтетические витамины, если это не хилатные формы, то, конечно, их усвоение очень-очень небольшое идет. Так, еще это преимущество, да, значит, первое. Второе, конечно, калорийность. Про что я говорила? То есть летом нужно калорийность пищи уменьшать, но здесь тоже очень такой нужно баланс держать с уменьшением калорийности пищи. Что у нас получается, да? Получается так, что мы уменьшаем и количество тех полезных компонентов, макро- и микроэлементов, которые нам необходимы, и того же самого белка, которые нам необходимы организму для ежедневного, ежедневного нормального функционирования. Поэтому калорийность коктейля нашего 74 килокалории. 74, там, по-моему, и 76. Поэтому это очень низкая калорийность одной порции, но при наличии важных, как я сказала, витаминов и важных микроэлементов. Следующее преимущество – это они легко усваиваются. То есть даже вот какие-то летние перекусы, да, можно, если у человека лишний вес, если кто-то все-таки летний период – это период нормализации веса, можно их, конечно, и применять на ужин, потому что там очень много белка тоже легко усвояемое, который на ужин, ну, заменит нам такие белковые наши блюда. Также, смотрите, дает заряд бодрости. Вот о чем мы говорим. Очень часто в жару люди испытывают вялость, да, там много очень факторов влияет на эти моменты. Но в нашем коктейле есть природные тоники. Это и горциния камбоджийская, и гуарана. Слышали, наверное, на слуху они. Это то, что дает и прилив энергии, да, и хорошее настроение. Поэтому в наших коктейлях это все есть. Или у терракок тоже хороший такой энергетик уровень энергии, но это не подстегивает, конечно, организм, да, а просто питает и тонизирует. Поэтому тоже здесь можно, то есть не бойтесь о том, что когда некоторые люди слышат о том, что много энергетиков каких-то в продукте, да, что это не есть очень хорошо. Тоже не нужно путать с энергетиками, которые продаются в магазинах, вот эти вот синтетические различные. Поэтому смело можно до пяти порций коктейля нашего применять. И есть такой у нас рецепт для снижения веса, да, можно в течение двух дней, кстати, просто на одном коктейле прожить, и вы, во-первых, потеряете вес, и не будете ни вялость никакую ощущать, ни слабость. Так что можете пробовать, испытывать. Следующее – это, конечно, вот про белок я уже немножко говорила, что у нас идет высококачественный белок. Если вы посмотрите на вот эти вот наши упаковочки коктейля, вот здесь вот шесть видов белка, и второй коктейль, второй коктейль – это вот такой. Это восемь видов белка. Зачем же столько, да? Кстати, если вы проштудируете интернет, если вы посмотрите по поводу спортивного питания, если по коктейлям, по каким-то других компаниям пройдетесь, да, по составу, вы увидите, что в основном используют два-три белка от силы. Поэтому для чего же у нас столько много белков? Я не раз в своих лекциях, в своих презентациях говорю о том, что такого, вот я на рынке не нашла, такого качественного функционального питания. Я очень много изучала, когда у нас он вышел, я очень много изучала как диетолог, мне это очень важно было, по рекомендации, допустим, своим каким-то клиентам, да, чем же, чем, можно ли на рынке найти еще такие коктейли? Я ничего не нашла. Если кто-то нашел, ну, то есть, вот такого же качества, или если кто-то мне скажет, что это лучше, ну, давайте, давайте мы с вами рассмотрим весь состав ваших каких-то коктейлей. Так вот, зачем 8 и зачем 6? Мы знаем, что есть форма идеального белка. Так вот, форма идеального белка, она предполагает наличие всех незаменимых кислот, которые мы получаем только с пищей в определенном количестве относительно суточной потребности. Так вот, в одной порции нашего любого коктейля, хоть с 8 видами белка, с 6 видами белка, это 50% от суточной нормы всех незаменимых аминокислот. Ну, то есть, это вот настолько правильно сбалансировано, все-таки составлена формула этого напитка, что можно решить очень много задач с, ну, и со здоровьем, да, и с восполнением каких-то компонентов, в том числе и белковую недостаточность. Белок нам нужен каждый день, несмотря на лето, да, несмотря на то, что сейчас можно уменьшить количество жирной пищи, но мы же знаем, что, допустим, в растительных вегетарианцам не обязательно становиться, потому что для того, чтобы восполнить белок, тот белок, который нам необходим ежедневно, да, тот набор аминокислот незаменимых, нужно очень много белковой растительной пищи съесть. Мы такое количество точно не съедим, и, ну, только грамотный диетолог вам может составить такое меню, чтобы вы не испытывали нехватки белка без все-таки животных вот этих вот белковых продуктов. Вот здесь у нас все идеально, то есть здесь, как наука есть такая, я всегда на нее ссылаюсь, диетология, да, которая только-только ориентируется на клинически испытанных фактах. Так вот, у нас белок усваивается на 100%, когда идет 50% растительного, 50% животного. Тогда он идеально усваивается. У нас все это выдержано в наших коктейлях G-Shape и в коктейле G-Shape Light. Поэтому, ну, наверное, я думаю, что для каждой категории людей вот этот вот коктейль, который я показывала в упаковочке G-Shape Light, он найдет, наверное, причину для того, чтобы его применять. Так, что еще я не сказала? Кстати, еще одно преимущество этого коктейля, да, это уже шестое преимущество, это то, что можно приготовить, об этом я уже говорила, очень много различных блюд. И сегодня мы чем и будем заниматься, да, у нас объявлен конкурс на самое вкусное, значит, напиток, на самый вкусный напиток, где в основу идет коктейль G-Shape или G-Shape Light. И чуть попозже мы это будем демонстрировать. Конечно, все, кто у нас присутствует сегодня в нашем офисе, будет возможность попробовать эти напитки, да, оценить, то есть мы потом комиссию соберем и спросим, какой же, какой же напиток все-таки будет самым-самым вкусным. Потому что, ну, по поводу полезностей, они все будут полезны, не сомневайтесь в этом. Так, смузи можно из него приготовить, также это будут отличные десерты с ягодами и фруктами. Есть очень много роликов, также где на основе нашего коктейля, ну, много-много вкусняшек. Итак, давайте подведем итоги все-таки. Итоги, и придем к главному, к самому, это приготовление вкуснейших напитков. Вот, конечно, правила, то есть мы определили несколько правил летнего составления рациона, да. Правило первое, это, конечно, больше жидкости. Какую воду пить, какую жидкость пить, мы поняли, поэтому не будем на этом больше останавливаться. Потом сокращаем рацион питания. Сокращаем, но включаем наши коктейли G-Shape, да, потому что, ну, нехватка витаминов, она и минералов, она скажется потом на вашем здоровье. Потом, значит, что дальше, дальше, дальше у нас? Третье, а, смещаем режим питания. Третье правило, смещаем режим питания. И по поводу, вот смотрите, по поводу завтрака, я немножко тоже хочу остановиться, потому что, ну, завтрак мы в основном что-то рекомендуем по правилам, да, по правильному питанию, это каши какие-то. Кстати, их можно перенести на обеденное время смело, а утром можно съесть такую более калорийную пищу, потому что утром, как обычно, не жарко, и наш организм, ну, нормально с этим справиться. Можно фрукты, можно, конечно, и овощи. В общем, здесь на ваш выбор. По поводу ужина и обеда я уже сказала, что ужин – это тоже больше белковая пища, потому что, ну, белковую пищу организм переваривает, переварить гораздо сложнее, чем все-таки углеводистую пищу. Ну, я не говорю о простых углеводах, да, я говорю о правильных углеводах, опять же, это каши, конечно же, это овощи, это фрукты. Но фрукты стараться, если, конечно, если вы все-таки следите за весом, да, если делаете акцент на снижение веса, то фрукты все-таки лучше в первой половине дня. Ну, и с фруктами мы не злоупотребляем. Так, 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 и что еще? Больше витаминов, как мы поняли, да, больше витаминов, и с этим справляется замечательное функциональное питание, поэтому не надо вообще даже и задумываться над тем, доел я каких-то витаминов, не доел, потому что я думаю, что не каждый, не каждый все-таки из нас может себя побаловать вот ежедневным прям употреблением свежих овощей, свежих фруктов, которые поспели на грядке, да, которые поспели фрукты там на деревьях, и чаще всего, если они к нам приходят из-за рубежа или из других регионов наших российских, то, конечно, там количество вот этих вот витаминов, оно, и минералов, оно недостаточное. Ну что ж, все, наверное, все, потому что все основное мы по поводу питания, ну, основные факторы перечислили, правила вспомнили, и теперь, может быть, кто-то, да, я хочу сейчас рассказать, истории, конечно, очень важны по применению наших коктейлей, потому что, вы знаете, применение коктейлей, вот с того времени, как они только у нас появились, очень много различных историй, в интернете они есть по поводу и снижения веса, на них и набора мышечной массы, здесь и стабилизации, и повышения веса. Он, кстати, очень хорошо, если нехватка веса у человека идет, он хорошо помогает еще повысить вес, потому что там самое главное, как его применять. поэтому, если кто-то хочет из присутствующих взять-взять слово, можете взять, поделиться своими историями, потому что мы будем очень рады услышать те, которые мы, которые мы еще и не слышали, ну, и вспомнить те, которые слышали. Так, кто, кто у нас, кто у нас руку тянет, желающие? Вот, а я, ну, пока вы решаетесь, я, у меня очень много историй, у меня моя история, где я, в принципе, да, когда мне нужно вес сбросить, я очень быстро сбрасываю на коктейлях этот вес, да, но они мне помогают удерживать свой вес и удерживать уровень энергии на протяжении, и летом, и зимой, и, то есть, спасибо холдингу Глорио за такое полноценное питание. Поэтому, наверное, сейчас я вам скажу, но вот в течение, я говорю, за неделю с помощью коктейлей можно вообще убрать смело килограмма три, ну, безопасно для здоровья, потому что резкое снижение веса, вы знаете, что это не очень есть хорошо, да, но мы подключаем здесь, здесь можем и для более быстрого выведения продуктов распада, потому что жир, когда распадается, ну, то есть, это нагрузка на систему выделения, поэтому здесь можно и почечную, и чай присоединить, и у нас гортекс есть замечательный, очень фитокомплекс, который поможет с этим справиться, да, и биофайберы у нас есть для кишечника, там еще дополнительные бифидо, дополнительные это пробиотики и пребиотики. Так, это должно быть лекарство, лекарство едой. Спасибо большое, конечно, конечно, это еще Гиппократ сказал, поэтому всегда все-таки делаем акцент на то, что мы едим. Так, ну что еще по поводу снижения веса, да, сейчас я, так, кто еще хочет, кто еще у нас хочет поделиться, поделиться историями? Так, сейчас Валентина Бабкина у нас. Валентин, я тебя подключаю. Так, Валя, слушаем. Всем здравствуйте еще раз. Наташа, во-первых, хочу поблагодарить за, вот, может быть, напоминание, может быть, как-то по-новому, смотрим именно на свое питание. Ну, я тоже очень благодарна компании за эти коктейли, за полноценное питание, и когда они только у нас появились, помните, я скинула в то время 13 килограмм, ну, не за три месяца, за три месяца 5 килограмм, и, в общем, наверное, чуть немножко, может быть, за полгода, но, во-первых, легко себя чувствовала, энергия, ну, и, конечно же, физические нагрузки обязательно нужны. Не просто коктейль пить, капсулки пить и ничего больше не делать. Нет, конечно. Но мне он еще импонирует тем, что вес, потом пролонгированный результат получается. Вес вот так сразу быстро не набирается. Даже забываешь этот коктейль выпить, а вес, в общем-то, ну, как бы вот стоит на месте. И, ну, конечно, надо его постоянно пить. Но у меня в этом, Наташа, засада. Вот сейчас послушала твой вебинар и буду каждый день принимать коктейль. И достаем свои запасы коктейлей. Да, да, все, не бросаю, как в добрые старые времена. Поэтому, действительно, а тем более сейчас с ягодами, с овощами, это так вкусно. Я уже говорила, Дима знает, что с Викторией я делала, тут у меня был немножко переизбыток. В общем-то, надо пользоваться коктейлями, брать от жизни все, что можно. И мой девиз, все помнят, чем старше, тем моложе. Я его следую и очень счастливо. Спасибо, Наташа, тебе огромное. Валентин, да, спасибо огромное за такой... Вот на самом деле, зная Валентину, никогда, вообще никогда нельзя сказать, вот сколько этому человеку вообще лет. Потому что настолько энергичный, настолько всегда и позитивный, и, то есть, улыбающийся. Потому что у человека достаточно энергии на все. И такой огород, да, мы часто очень к Валентине в гости приезжаем с Анатолием. И у них очень большой огород, который там тоже нужны силы для того, чтобы все это обрабатывать. И вот сейчас она пожинает плоды своего труда, с удовольствием. Так, еще кто у нас хочет? Так, так, так. Ну, знаете, конечно, не каждый, наверное, готов рассказать свои истории. Я думаю, что у нас здесь еще есть один человек в нашем зале, который с удовольствием поделится историей. Это профи-эксперт холдинга Глориум Дмитрий Шмелев. Встречайте! Да, привет. Привет, дорогие друзья. Ну, уже мы настраиваемся на вкусную дегустацию. И я, конечно, радуюсь за тех, которые присутствуют здесь у нас в НОБЦ. Ну, и немножко сочувствую тем, кто по ту сторону экрана. Но все равно привет, дорогие друзья. Конечно же, коктейль, в первую очередь, вот я рассматриваю с мужской точки зрения, еще как большую экономию времени. Вот здесь у нас, видите, стоит блендер, стоит, значит, фрукты, овощи. Здесь у меня еще тоже в кустах рояль, как говорится. То есть 5 минут, 5 минут, ну, 10 минут на то, чтобы еще и разлить, приготовить и разлить коктейль. И полезный напиток, полезное питание, функциональное и, самое главное, полноценное, которое питает каждую клеточку нашего организма, в принципе, готово. И вот я писал в чате, что с января 2015 года коктейль у нас появился, а если точнее говорить, что большая фокусная группа, более 60 участников, ведущих экспертов, мастеров компании под руководством научного отдела холдинга Glorion, с 1 декабря 2014 года начали апробацию на себе. То есть мы, компания, выпускает продукты, в первую очередь, для себя, для нас, любимых. И мы 90 дней апробировали продукт, три группы было, группа спортсменов и любителей, им нужно мышечную массу нарастить было, повысить спортивные результаты. Была группа худых и бледных, как я их называю, ну, им нужно было биологический возраст снизить, мышечную массу нарастить. Ну, и самая многочисленная группа была по снижению веса, куда и я входил. И вот за два месяца у меня минус 12 килограмм был, а в общей сложности минус 14 килограмм. И за это я благодарен компании, что я наконец-то, ну, скажем так, в 50 плюс начал обращать внимание на правильное питание. У меня полностью вот с 2000, ну, скажем, с января 2015 года рацион пересмотрелся. Я снизил вообще потребление соли в минимум практически. Все салаты, супы, там, каши и прочие продукты без соли. Ем практически, ну, люблю соленую рыбу, икру там. Соленый, кстати, сейчас сезон малосольных огурцов. Но этого достаточно. Совсем от соли нельзя отказываться. Сахар снизил в разы, в разы снизил потребление сладкого. Но вот грешу, честно говоря, сладенькое мы все очень любим. Ну, вот это наркотик. Об этом очень много говорится, об этой зависимости и так далее. Вот. Но снизили потребление сахара. Я что еще хочу очень сказать, что это экономично по времени и экономично для кошелька. Вот порция коктейля, ну, практически там 120 рублей стоит, да. Это полноценный, полноценный обед, полноценный завтрак или там полноценный ужин. И вот мы на вебинарах часто говорим, вот совершенно недавно вебинар проводил, после Дня города в Новосибирске. Сахарная вата там стоит 100 рублей. Там писали, ну, мороженое там 130 рублей. Чашечка кофе там, ну, напишите, сами знаете, сколько стоит. Ну, в самом-самом таком низком по уровню кафетерии, наверное, рублей 80, да. Ну, а так более-менее 120-150 и так далее. Ребята, даже бизнес-ланч. Вот я недавно заходил в бизнес-ланч. Ну, в мой любимый там подсолнух. Я там, собственно, говорю, люблю брокколи поесть с языком говяжьим. Вот единственное блюдо, мне там нравится. Ну, бизнес-ланч 150 рублей стоит. Калорийность там, я не знаю, зашкаливает, конечно, может быть высокая. Но полезности в той еде, ну, минимальная, скажем, меньше там 10-15% каких-то витаминов, микроэлементов. Поэтому, друзья, сейчас мы, наверное, все-таки приступим к приготовлению. Вы тоже доставайте, вот Валентина рассказала. Тоже вместе с нами присоединяйтесь. Такую устроим конкурс и вечеринку, коктейльную вечеринку онлайн. Доставайте свои коктейли, доставайте фрукты. Мы будем... Делитесь своими рецептами в чате, пишите. Ну, а мы поделимся своими рецептами. И здесь всех, конечно, угостим. И будем счастливы. Поэтому будьте всегда в форме. И будьте здоровы. Ну, а еще знаете, что я хочу добавить, Наташ? Сейчас же у нас марафон. Вообще любят же устраивать всякие марафоны. И аромамарафоны, да, и по физическому состоянию. И вот ретриты были недавно у нас. Живи без стресса. Различные на короткие дистанции, на длинные дистанции марафоны. Марафон будь в форме – это длиной всю жизнь. Марафон правильного питания – это всю жизнь. Но у нас есть еще короткий марафон до 1 августа, который называется «Фактор роста». И здесь мы еще можем с нашей компанией достойные премии получить. Поэтому подключайтесь к этому марафону. И внутри этого марафона может, конечно, быть наш продукт G-Shape. Можно и с другими продуктами, конечно, добиться успеха. И самое главное – пригласить много-много новых людей, познакомиться с нашей полезной продукцией, продукцией активных людей и стремящихся к активному долголетию. Стать участниками и их поздравления. Вообще это очень миссия такая высокая. Поэтому я думаю, что каждый из нас, кто вообще в этот марафон войдет, будет потом отблагодарен Всевышним и, конечно, нашей природой и нашим… Поэтому приглашаем всех в марафон. У нас есть своя команда, координаторская команда в марафоне «Фактор роста». У меня моя команда, ну и каждый собирает свою команду. Присоединяйтесь к нам. Кто включился уже? Кто из присутствующих? Вот я хочу, потому что которые оффлайн, все уже включились онлайн. Кто включился? Фу, молодцы, молодцы, потому что на самом деле, ну, не упускайте такой возможности. Это же, как я говорила, вот одна из возможностей – это финансовая ваша свобода, финансовая стабильность. Так вот, сейчас, сейчас мы приступаем к главному. Мы будем это все демонстрировать. Я думаю, на экране будет видно. Хотели сначала отключить запись, но я думаю, чтобы на самом деле насладились видом даже того, как это будет происходить, решили все это все-таки не отключать. Поэтому для начала, смотрите, у меня будет коктейль больше, наверное, все-таки зеленый. Потому что сюда я буду добавлять, сейчас я воды добавлю. Воды можно от 100 грамм, если кто-то хочет погуще, может 100 грамм. Если кто-то хочет пожиже, можете и 200 грамм налить, да? Вот сюда, вот на это количество я насыплю сейчас половину, половину, нет, в принципе, одну мерную ложку. Здесь в любом коктейле у нас есть мерные ложки. Так, надо все же показывать. Так, и вот эту вот мерную ложку коктейля я сейчас насыпаю. Так, 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 потому что потом бросаю. У меня здесь, смотрите, сельдерей. Сельдерей тоже на вкус. На вкус я люблю побольше, чтобы было вот такой вот зелени. Рукколу, укроп. Это будет очень у меня полезно, потому что здесь будет много клетчатки, здесь будет много витаминов, будет много минералов. То есть я люблю все это побольше. Также можно кусочек яблока бросить. Закрываем. Так, закрываем. Неправильно закрыла, а то потом не откроем. Так, 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 помощники у меня. Где помощники? Так, все. Все, окрути. Ну что ж, включаем, да? Включаем. Я думаю, достаточно. Сейчас будем пробовать. Ну что ж, подходите. Подходите. Сейчас мы присутствующим всем нальем. Так, сейчас я сниму крышечку, потому что там все-таки такая густоватая масса. Отличный смузи, коктейль. Ой, а вкусно пахнет как зеленью, да. Очень, кстати, вкусно пахнет. И он низкокалорийный. Я же все время за калорийность все-таки, за снижение калорийности пищи, да? Поэтому у меня здесь клетчатки побольше получается, да? Очень много клетчатки, конечно, конечно. И я думаю, что наши микробиоты кишечные, она очень порадуется. Так, автор, автор первый пробует. И если, значит, все нормально, всем гостям, значит, тоже. Ждем сколько. Ой, вкусный. Мне нравится вкус. Мне нравится вкус, потому что... Почему я яблоко добавляю? Он немножко... Вот это вот зелень, ну, смешивается со вкусом зелени и дает такой пикантный оттенок. Так что вы пробуйте свои коктейли, да? Кто уже сейчас сделал, можете делиться своим рецептом. Замечательно. Так. Да, замечательно. Ну, то есть, поняли, да? Это зеленый... У нас получился зеленый коктейль. Напишите, кто какой рецепт... Кто какой рецепт для себя выбрал. Очень люблю сельгерей. Да, я тоже люблю сельгерей, потому что, ну, кстати, сельгерей всегда покупаю и зимой тоже. А кто выращивает на своем огороде сельгерей? Потому что я поняла, что у нас, ну, не так много огородников. Вот я как-то не встречаю, чтобы выращивали сельгерей. Так, ну, что еще по поводу вот этих вот напитков, да? Вот то, что они хорошо усваиваются. То есть, наш организм, ну, не тратит энергии много для того, чтобы усвоить вот такие вот напитки. Так, ну что ж, а сейчас мы, наверное, у нас участник еще один здесь есть нашего конкурса, который сейчас поделится своим рецептом. И, то есть, мы сравним, чей коктейль будет вкуснее. Пока он готовится, пока он готовит ингредиенты, я хочу немножко рассказать еще о наших продуктах, которые нам, то есть, раз у нас лето – это летнее меню, и название я изначально хотела, составление летнего рациона, да, быть в форме. Поэтому хочется по поводу энергии, уровня энергии. Каждый человек, я думаю, энергии, ну, много не бывает в наше время. Поэтому очень свои любимые продукты хочу поделиться, которые также справляются с такой задачей. Это формула А. То есть, вот эта вот формула – это один из любимых моих тоже продуктов. в нем комплексный, комплексный такой состав, который уровень энергии поможет поддерживать вообще на протяжении всего дня. Две капсулы утром, и если у вас даже какие-то бессонные ночи, какие-то, знаете, бывает же такое, что напряженные дни, да, и бесконечно организм невозможно все-таки стягать и стягать, так вот формула А поможет с этим справиться. Ну что ж, потом в перерывах я еще расскажу о своих любимых продуктах, да. Так, у нас готовы ингредиенты. Готовы. Сейчас, Дмитрий, выходите на сцену, да, и транслируйте свой рецепт. Так, так, так. Помогать нужно? Ну, сейчас я... Вот это я уношу, давай. Чтобы нам не мешало, то есть поняли, да, это зелень, это яблоки. Ну вот Валентина там пишет, что у нее сегодня с малиной. Валентина, уже малина, да, поспела? На левом берегу Аби, Великой реки Аби. Ну, а у нас на правой бананы поспели. Я вот тут бананы приготовил. Вот. Ну, бананы эквадорские, а вот клубника, это точно сибирская. Я своими руками практически собрал, вот, клубнику, пусть не очень крупная такая, у нас в Сибири, конечно, и крупная бывает, но мне некогда особо там. Да, можно попробовать. Вы уже, наверное, догадываетесь, какой у нас рецепт сейчас готовится. Это еще не все. Да, ароматная клубника. Так, у нас сейчас будет такой питательный очень рецепт. Да, йогурт, йогурт приготовил, ну, вы знаете, без сахара, простой, без всяких добавок вкусовых, молочных, но зато с двойным действием. Здесь живые бактерии, растительные всякие, волокна. Так, йогурт. Ну, и творог. Это, кстати, не реклама, да? Но, может быть, нам спасибо скажут. Ну, вот, люблю томское молоко, творог обезжиренный, да? Друзья, как вы этот рецепт уже встречали на Ютубе? Мы снимали ролик, и давно его, в общем-то, практикуем, этот рецепт. Можно, конечно, еще использовать и яблоки, и, кстати, с грушами очень хорошо. Можно один банан чисто, но мы все-таки сделаем творожные облака с ягодами. Название-то? Творожные облака. Можно записывать, а можно потом запись посмотреть. Ну, где-то примерно 100 грамм забрасываем ягоды. Виктория, клубника садовая, кто как ее называет? Ну, вот я с детства привык, что ее называют Виктория. Как у вас в ваших регионах называют? Пишите. Значит, ну, вот Наталья говорила, кто-то любит погуще. Я знаю, что Наталья прямо ложкой коктейль насыпает, и там в стакане может размешать, и как кашу есть, к примеру. А я из тех людей, которые любят пожиже. Вот. Поэтому можно 100 грамм, можно 150-200 йогурта залить. Ну, вот я, наверное, грамм все-таки примерно 200 так вот заливаю. Я люблю и 300, и 400. Ну, в зависимости, опять же, на какое количество людей мы там готовим. Так, дальше нам коктейль понадобится, конечно же, G-Shape Lite. Вот. Берем одну мерную ложку, одну мерную ложечку, и засыпаем. Можно с горкой, а можно без горки. Кстати, пишите, кто G-Shape Lite очень любит. Много программ с ним интересных. Вот очень Наталья говорила, там, диета норм программа для тех, кто хочет сбросить вес. Для спортсменов, сет в спорт. Там адаптогенная формула, формула С, витаспектр С, витаспектр Б добавляется. Вот. Так, значит, коктейль мы забросили. Уже вкусно, уже вкусно, да? Уже слюна дечет, кстати. Вот, товарожочка сколько мы добавим? Наверное, грамм 100? Сейчас я. Половина, да? От половины, да, да, да. Половина, кстати, творог без всякого сахара. Естественно, естественно. И по поводу томского молока, у меня очень хорошие кисломолочные продукты с бактериями. Вот на томском молоке получаются. Поэтому я думаю, что там, видимо, мало антибиотиков. Вот. Поэтому, ну, 100 грамм половины пачечки будет достаточно. Ну, и банан я уже тут приготовил. Половину банана. Да, мы добавим обязательно банан. По калорийности, конечно, это будет немного выше, чем вот этот вот мой зеленый коктейль, да? Но он будет, конечно, питательный, наверное, и относительно соотношения белка. Ну, если говорить, что порция нашего G-Shape White 77 килокалорий, да? Соответственно, творог, йогурт, банан, это ягода. Ну, это еще, наверное, примерно столько же. То есть сумма, наверное, 150. Ну, побольше. Не больше, ну, около 200, не больше 200 килокалорий. Если вы считаете калораж, а я тоже в своих вебинарах всегда говорю, что не очень с этим дружу, и многие даже женщины не любят эти высчитывать калорий. Подсчитывать это очень сложно. Даже при подсчете калорий, как я говорю, это очень сложно составить здоровое, сбалансированное можно, но здоровое питание, ну, очень сложно. Так что, вот, это лучше, да, это прям, можно сказать, находка для тех людей, которые не любят считать калории. Так, так, заводим, да? Ну что, друзья? Давай, это я уберу, чтобы нам это не мешало. Он сказал, поехали! Кстати, засекли время, сколько на приготовление обеда приходит. Экономия времени, экономия средств. И самое главное, польза для здоровья, для всей семьи. Дети с удовольствием в такой коктейле употребляют. Ну, конечно же, взрослые. Ну что, коктейль готов? Так, 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 к серу, к серу. Творожные облака с ягодой. У нас же конкурс, сейчас будем определять, что у нас комиссия есть, сейчас будет определять, да? Какой же все-таки получился вкуснее. Да, я прямо хочу поближе к камере показать консистенцию. Густой, густой, густой. Да, да, да. Я люблю хоть лошадь. Да, 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 сейчас мы всем, хватит всем. Он еще остался? Да, еще останется. Пожалуйста. Так, 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 сейчас еще. Пожалуйста. Ну что, Наталья, давай за прекрасную встречу пожелаем всем участникам быть в форме, присоединяться к марафону. Ну и скажи, как ведущий, еще несколько слов. Ну, какие слова я еще могу сказать? Вообще, хочу пожелать всем замечательного, замечательного лета, да? Ой, как вкусно. Вкусно, замечательного солнечного лета, чтобы вы, ну вот кто что захотел, какие планы, у кого на это лето, все эти планы воплотить в жизнь. А для этого у нас есть все, поэтому присоединяйтесь и к нам, как, может быть, просто попробовать даже наш продукт. Но лучше всего, если вы найдете и другие замечательные возможности. И ждем вас в нашу команду. Прекрасного лета. Спасибо всем, прекрасного лета. Отключаемся и продолжаем нашу вечеринку, наверное. Всем пока-пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.